Четыре утра, сон прошел, уснуть не могу, пошла в душу. Много шерта не писала, она сказала, что мы выглядаем полчаса еще. И если что, стартую. Да, выезжайте. Ну что? Я все еще тут. Привет, сороковая неделя. А эту неделю мы начали с того, что поехали на детский день рождения. Но мне уже передвигаться действительно тяжело, тем более с Эриком. И мы взяли с собой мамочку. И я очень благодарна ей за эту помощь. Все в порядке? На празднике было шоу мыльных пузырей, и у меня случилась прямая визуализация. Я представила, как лопается наш сэмили пузырек. И подумала, что это, наверное, признак моих предстоящих родов. Туда мы ехали два часа, обратно столько же, но усталости совершенно и чувствовалось, потому что настроение было хорошее, и праздник удался. И вообще, когда я говорю, что до сих пор я сама езжу за рулем, многие удивляются. Мамочки, скажите, вы до какого срока рулили сами? И как вам было, комфортно, некомфортно? Какая-то тяга к ледяной воде. Вот я всю неделю, может, даже чуть больше, пью ледяную воду. И мне прям залпом хочется ее выпить, и ничего нигде не отдает. Ни в мозгу, ни в горле. Нигде. Просто, видимо, организм как-то заранее охлаждается. Я не знаю, может, готовимся все-таки уже. Что же, пора. На следующий день мы помыли тачку и поехали гулять в Царицынский парк, нагуливать аппетитом. Приехали на фестиваль «Пестрое небо». Тут, по идее, должно все небо быть в воздушных змеях. Но ветра нет, и как-то люди пытаются, пытаются что-то запустить, но полный штиль. Короче, вот мои что-то пытаются сделать. 40-ая неделя, да. Гуляем. Нагуливаем аппетит. Пацан, давай, как пацан. Эти подъемы – это очень нервное зрелище. У нас попытка номер два запустить змея. Мы встретились с друзьями. Они тоже пробуют. Классная погода. Вы очень много находились сегодня. Прекрасный день, чтобы родить, да? Но нет, не сегодня. Подружка смеется. Но нет, не сегодня. Сегодня детская туса прямо. А вечером, после такого забега, дочь решила слить немножечко колокольных вод. И тогда я в четвертый раз уже собралась стартовать в роддом. И вот было уже вообще не смешно. Но так как это было разово и количество вод было небольшим, то я успокоилась и легла спать. Утром приехала моя мастерица, навела последние штрихи в моем образе. И теперь уже все, я точно готова, уже точно можно ехать рожать. Сорокая неделя. После милирования мне стало очень тяжело. Мне прям не держали ноги. Мне хотелось просто лежать и ничего не делать. Спряталась в детской, в куче вещей, какого-то хлам, подушек. Думаю, полежу спокойно. Вот лежу, спокоен. Такое состояние, не хочется никого не видеть, ни с кем разговаривать. Хочется просто закрыть глаза и полежать, свернувшись калачиком. Может, это уже начало? Да. Да. Мама, чикай. Чикай, чикай. Мама, чикай, чикай. Она хана. А потом мы решили подстричь сына. Но чужой машинке он не дался. Он взял нашу машинку, которая уже привык. И показал, что он, в принципе, не боится и как надо стричь себя. В общем, ко встрече с сестренкой сын тоже готов. Ночь, 29 мая. Малышка очень беспокойная. Я не могу уснуть, она не спит. И дошло до того, что я пошла ее просто ночью укачивать. Эти бессонные ночи, конечно, очень сильно выматывают. Особенно, когда у тебя есть старший ребенок. Но мы не отчаиваемся, не падаем духом. И едем на закрытую вечеринку для декретниц. 30 мая. Едем к подружке на день рождения. Вот почему еще я не хочу рожать 30-го. Потому что у каждого должна быть своя дата. А сегодня мы просто погуляем. А еще вот, смотри. Мы сейчас пытаемся снять приветствие. О, тихо стало. Давай быстро, тихо. Не, не так. Привет. Наша Ника уже стала счастливой мамочкой. И я с огромным удовольствием представляю вам новую участницу проекта Берегеный. Салант Эльвира. Активная, позитивная, жизнерадостная. Прошу любить и жаловать. Всем привет. И до встречи на моих эфирах. Вес стоит на месте. А это значит, что он не уменьшается. И это значит, что роды не приближаются. Пришла та самая неделя, которая была назначена по ПДР. Не, ну как бы время пришло. 41-я неделя в самом разгаре. Мы стараемся больше бывать на свежем воздухе, гулять. Сейчас гуляли по центру. Схватки периодически меня дергают, но тут же затихают. Наверное, опять тренировочные. В общем, гуляем, наслаждаемся погодой, с семьей. Пока тишиной. День месяца беременности у жены, он самый ответственный, потому что ты сам ответственный, наверное, для меня был. Потому что каждый раз смотришь на телефон, не звонила ли она, а то вдруг звонила, и тебе пора уже мчаться на другой конец города за ней. А ты где-нибудь сидишь и отдыхаешь. Поэтому телефон из рук не выпускаешь. Вещи собраны, все мои справки собраны, потому что я опять хочу присутствовать на родах. Для этого надо было сдать поликлинике кровь на ВИЧ, гепатит, сифилис, не ошибаюсь. Плюс надо было сдать флюорографию, которая, если она у вас есть, она действует в течение полугода. Потому что если у вас будет больше, чем через полугода, вас могут не пустить. Поэтому все делается в поликлинике. Ты приходите, говорите терапевту, я хочу пойти на партнерские роды, мне надо делать то, что они сами все выписывают вам. И то есть это быстро, шустро, сейчас делается поликлинике, без очередей. Вторые роды, они более волнительные для меня, партнерские. Потому что, наверное, это как прыжок с парашютом. Ты когда первый раз прыгаешь, ты ничего не понимаешь, ты просто выпал и приземлился. А второй раз, когда прыгаешь, ты уже начинаешь, ну, ты уже хотя понимаешь, что это такое и как, что происходит. Здесь та же самая ситуация. Поэтому что-то я, ну, не очкую, конечно. Мы продолжаем готовить Эрика к появлению сестры. Скоро мама приедет с таким же малышкой, как и ты был раньше. Вот, видишь, какой ты был маленький. И мама приедет с такой маленькой девочкой к нам. Ты будешь ее защищать? Да. А ухаживать будешь за ней? Да. А играть будешь с ней? Да. Молодец. Только играть надо с ней аккуратно, потому что она еще очень маленькая. Какой прекрасный день, чтобы родиться. Сколько все? С 7 утра? Воскресенье. Когда я идти в роддом, советую постелить пеленку одноразовую. Потому что, если будет течь вода, то жалко потом химчистку гнать машину. Мы мчим. На всех пора. Дорогу. 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 С 8 утра. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok